Издание FDI Intelligence является частью группы Financial Times Ltd., специализирующейся на отраслях, связанных с прямыми иностранными инвестициями и привлечением этих инвестиций. FDI Intelligence изучал города и регионы Европы, чтобы выяснить, чем руководствуются компании при выборе места для инвестирования, какие секторы имеют самый большой потенциал и что о выборе мест для инвестирования думают сами инвесторы. В категории стратегии по привлечению инвесторов в этом году было оценено 190 заявок. В категории городов с населением не более 100 тысяч Венспилл занял второе место. Это лучший показатель среди городов Балтийских стран. Девятое место в этом списке заняла Елгава, а десятое – Тарту. В прошлом году был сдан центр электроники, там под 100 человек работает. В этом году будет сдан в эксплуатацию новый технологический центр, еще есть заделы новых предприятий. Так что, действительно, мы успешно привлекаем инвесторов. У нас в этом деле есть система. За последние 12 лет в Венсполсе открыто более 20 производств. В феврале этого года в городе открылось новое производство «Конфектная фабрика Победа», принадлежащая российским инвесторам. Мы рассматриваем Латвию как плацдарм для выхода на европейский рынок, на американский, на азиатские рынки. Это удобно с логистической точки зрения, удобно, потому что есть определенные таможенные решения. Вы знаете, я на самом деле всем в России рассказываю, что это уникальная ситуация. Мы пришли и за полгода при помощи свободного порта и руководства города построили фабрику. И очень многие наши партнеры и коллеги задумываются приехать в Венсполс и посмотреть на это чудо. С 21 по 22 февраля в Венсполсе гостила делегация из Китая в составе руководителей Бюро по внешним связям города Нингба и Пекина, заместителя управляющего порта, представителя Международного торгового совета. В течение трех дней гости познакомились с работой Венсполского свободного порта, техникума, высшей школы, побывали в библиотеках, а также в парке высоких технологий и на предприятии Бухершорлинг-муниципал.